Здравствуйте! В эфире новости корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях этого дня. 770 километров дорог будет отремонтировано в Карагандинской области. Более двух тысяч вакансий было предложено карагандинцам на городской ярмарке. За два дня дорожные полицейские отштрафовали более 300 водителей, нарушивших правила дорожного движения. В Караганде прошло заседание Координационного совета по государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития, проходившего под председательством Акима области, где были рассмотрены проекты, реализуемые в рамках карты индустриализации. 2 или 40 проектов, которые были в случае в карту индустриализации и 6 проектов, которые планируются к реализации в рамках программы развития малого области. Два вопроса, в случае в полицию дня, по программе дружбы и карты бизнеса 2020, в том числе вопрос к продлению сроков субсидированного проекта. Целью первого проекта, представленного ТО «Вертекс Холдинг», является создание единого комплекса добычи и переработки медных руд с пасского месторождения в Абайском районе. В данном регионе обоснованно тем, что в данном наличии существуют крупные линии электропередач, водоснабжения, развитые транспортные субсидированные и расположены близкие станции Кармаса. Этот проект создаст одну тысячу рабочих мест. Запрашиваемая мера государственной поддержки – получение права недропользования в спасками на рудной зоне на основании прямых переговоров, что позволит ускорить начало реализации проекта. Развитию туризма будет способствовать второй проект по строительству пирса и рекреационно-оздоровительной зоны отдыха в городе Приозерске, разработанный ТО «Гранд Курылыс». Предусматривается строительство коттеджей для отдыхающих кафе и ресторанов, автостоянки и пирса для швартовки, яхт и катеров. Строительство детского бассейна, большого бассейна, аквапарка, летнего кафе, спортивные площадки, эйлинга для катеров и яхт, игровых площадок. Будут проведены работы по благоустройству и озеленению территории зоны отдыха. Кроме этого, на заседании был рассмотрен ряд проектов, реализуемых по программе «Дорожная карта бизнеса-2020 и развитие моногородов». В текущем году по области на сумму более 33 миллиардов тенге будет отремонтировано 770 километров дорог общего пользования. На этих участках уже создано 2000 рабочих мест. За всеми подрядными организациями ведется жесткий контроль качества. Совещание о ходе ремонтных работ на дорогах республиканского значения Карагандинской области и планах работ на 2015 год провел первый заместитель Акима области Аслубек Дусибаев. Он отметил, что люди должны знать не только о сроках окончания строительства, но и о том, что дорога станет платной и сколько будет стоить один километр пути. Известно, что до курорта Боровой тариф будет один тенге за один километр. Согласно плану развития Улутауского района, в этом году начнутся работы по переносу дороги Жизказган-Сатпаев. Один километр бетонной четырехполосной трассы в среднем стоит 730 миллионов тенге, а шлакомастичный асфальт – 530 миллионов тенге. Аслабек Дусибаев на совещании требовал конкретных ответов и сроки окончания выполнения работ. Скажите вот людям, какой месяц там, надо число скажите, когда вы закончите эту дорогу там. Или куски, или до Караганды, или до Тимиртау там. Декабрь 2016 года будет завершён. Астана, Караганда, Тимиртауское кольцо. До Караганды ещё Тимиртау, Шахтинск, только приступаем к проектированию. О ходе ремонтных работ на дорогах общественного пользования доложил на совещании руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайса Наубаров. В Караганде отремонтированы дороги более чем на 20 улицах. В областном центре используется только щебёночный мастичный асфальт. Он наиболее качественный и стойкий. Участок дороги Астана-Тимиртау планируют открыть в декабре 2016 года. На совещании также был рассмотрен вопрос обеспечения топливом пассажирских автопредприятий области. Как известно, в минувшее воскресенье произошло ЧП в Тимиртау. 22 автобуса не вышли на маршруты из-за отсутствия топлива. Заместителю Акима города Тимиртау Алтенбеку Исмурзаеву и заместителю руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сабиту Оспанову был объявлен строгий выговор. В случае повторения подобного будут приняты соответствующие меры в отношении первых руководителей. Лариса Хусейнова, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. ГАИ Караганды вышла в рейд. По всему Казахстану проводится республиканское профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Полицейские инспекторы регулярно непросто наблюдают за работой транспорта. За 8 месяцев текущего года пресечено более 56 тысяч нарушений правил дорожного движения. С 25 по 27 сентября в городе Караганда вновь стартовала акция «Безопасная дорога». Она направлена на снижение аварийности как на территории городов, так и на дорогах республиканского и областного значения. Во время рейдов полицейскими выявлены факты управления автомобилем в состоянии опьянения, превышения скоростного режима, непристегнутый ремень безопасности, пользования телефоном во время езды и управления стонированными стеклами и шторками. Такие нарушения являются основными причинами дорожно-транспортных происшествий. За 8 месяцев текущего года административной полиции УВД города Караганды выявлено и пресечено 56 тысяч 245 нарушений правил дорожного движения. По сравнению с прошлым годом ситуация только ухудшилась. Правонарушений зафиксировано на 13% больше, чем в прошлом году. В рамках данного мероприятия административная полиция УВД города Караганды усилит работу по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения со стороны водителей транспортных средств, пассажиров-перевозчиков, а также государственных служащих, а также занимается выявлением фактов управления транспортными средствами, которые ввели в Республику Казахстан с нарушением таможенного законодательства. Самыми частыми нарушениями является превышение скоростного режима. На втором месте непристегнутый ремень безопасности. И третье место в дорожных антисоревнованиях принадлежит водителям, использующих сотовые телефоны при управлении автомобилем. Лариса Хусейнова, Эдин Жакан, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Херкюль. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. Прошло заседание общественного совета по противодействию коррупции при Карагандинском областном филиале партии Нур-Утан. Основные мероприятия программы по борьбе с коррупцией выполняются в рамках предоставленной компетенции. Их реализация позволяет в определенной степени достичь поставленной цели в создании гражданского движения против коррупции. В здании областного филиала партии открыто приемное общественного совета, в которой ежедневно проводится личный прием граждан. Все претензии в адрес чиновников будут проверяться. При установлении систематических обращений в отношении одного и того же сотрудника поднимается вопрос к проведению проверки по всем указанным обращениям фактов. При подтверждении факта нарушения или несопределения сотрудников нормы в годах сочетчивого случая в мере необходимости вопрос обновленной комиссии по сотруднику служебной деятельности. В заседании приняли участие Управление налогового департамента по Карганинской области, Управление здравоохранения области и представители областного филиала партии Нуратан. 20 января 2014 года, выступая на антикоррупционном форуме партии Нуратан, глава государства Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что партия Нуратан должна возглавлять работу по борьбе с коррупцией. Совет образован в целях пресечения нарушений антикоррупционного законодательства. Нужно устранять причины и условия, порождающие коррупцию. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Махтия Роспанов, Первый Карагандинский. К другим новостям. Бывший Аким Карагандинской области Баужан Абдишев арестован на два месяца. Его судьба была решена этой ночью. Этой ночью суди района имени Казабегби решили дальнейшую судьбу бывшего Акима Карагандинской области Баужана Абдишева. Как мы уже сообщали, экс-главу нашего региона подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В частности, в незаконном распределении земельных участков. В отношении его возбуждено два уголовных дела. Во вторник вечером его задержали и водворили в изолятор временного задержания. По истечении 78 часов ему должны были предъявить обвинения и определить меру пресечения. Суд начался вчера, ближе к полуночи. Адвокаты Баужана Абдишева просили отпустить их подзащитного под залог. В качестве залога они предлагали трехкомнатную квартиру по улице Лободы, принадлежащую родственникам экс-акима. В данном случае суд, выслушав всех участников процесса, исследовав материалы, представленные суду, пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства следователя финансов полиции от санкционера мероприятия в виде ареста. Своё решение судья зачитала уже во втором часу ночи. С учётом тяжести содеянного она решила, что освобождение под залог невозможно. Городские власти, Центр занятости регулярно и целенаправленно проводят работу по ликвидации безработицы. В Караганде прошла ярмарка, где приняло участие 182 предприятия и организации нашего города и представили более двух тысяч рабочих мест. Здравствуйте. Я хотел вас сказать по поводу трудоустройства. Я специалист власти прийдет. Сейчас пока я нахожусь в точке работы. У нас будет переселиваться. Давайте свое решение. С целью понижения безработицы в нашем регионе власти города организовывают подобные мероприятия ежеквартально. Очередная ярмарка вакансий прошла во дворце спорта имени Нуркена Абдирова, которую посетили люди разного возраста и разных специальностей. Сегодня мы постараемся каждому оказать посильную помощь. Работодатели очень хорошо подошли к своей работе. И я думаю, сегодня у нас будет итог нашей работы трудоустройства свыше 70% людей, которые придут на эту ярмарку. На ярмарке свободных рабочих мест было многолюдность. Сюда пришли от вчерашних выпускников колледжа и вузов до людей предпенсионного возраста. Каждого искателя работы дружелюбно встречали дежурные, грамотно консультировали и направляли работодателя, что и дало хороший результат. Дома сидела 7 лет без работы. Вот сегодня дружим спокав дружил карта сна, вот пришла, нашла подходящую работу. Я по специалисту строителя. По строительству нашла работу себе, вакансия, договорилась, с понедельника уже буду обходляться на работу. Сегодня представители юстиции взяли под свой контроль трудоустроить лиц, условно освобожденных, состоящих на учете. Благодаря ярмарке удалось трудоустроить двоих условно освобожденных. Наша условно освобожденная выбрала себе профессию по линии строительства, так как у нее имеется маленький ребенок и ей нужно иметь свободное время, чтобы заниматься делами с ребенком. А также на ярмарке были представлены занятность людей с ограниченными возможностями. А их рукотворение вызывает восхищение и удивление. Татьяна Вихарева инвалид первой группы. И кто мог подумать, что это сделал человек, который не видит. Глава государства определяет главной задачей занятность населения и организации безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями. Микзат Аликайдаров, Олжас Габасов, Бахтяр Аспанов, Первый Карагандинский. Областной Акимат первым решил встретить День труда. Глава области Нурмухамед Абдебеков встретился с членами Карагандинской делегации, которая будет участвовать на республиканском форуме в Астане, посвященном празднованию Дня труда. В прошлом году указом президента страны Нурсултана Назарбаева в Казахстане внесены изменения и дополнения в закон о праздниках Республики Казахстан. По этому указу День труда отмечается теперь в последнее воскресенье сентября. В состав Карагандинской делегации вошли представители разных профессий, чей трудовой стаж превышает 40 лет, в том числе в профессии не менее 20 лет. Шахтеров, врачей, учителей, машинистов и многих других Акимобласти тепло поздравил с наступающим праздником и отметил их значимость в стране. Каждый из участников делегации рассказал о своем трудовом пути. Горняк Минсур Капкаев работает на шахте Шахтинская с 1979 года. Семья Минсура Капкаева самая настоящая династия шахтеров. Его отец был горняком, теперь и дети Минсура, так же как и отец работают на шахте Шахтинская. Своё дело Минсур любит, начинал простым рабочим, а сегодня возглавляет участок рельсового транспорта. Отрадно, что государство не только заботится о труде нашем, но и о безопасности нашего труда, о состоянии нашего здоровья. Акимобласти торжественно вручил почетные грамоты и цветы людям, которые вкладывают свой труд, свою жизнь в строительство нового Казахстана. Амина Смакова, Ожас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Победили, но не взяли. Вчера в матче за Суперкубок Казахстана по футзалу Карагандинский Тулпар выиграл у Алматинского Кайрата, но по сумме двух матчей Кубок все равно уехал в Южную столицу. В первой игре наш клуб уступил Кайрату со счетом 4-3. Поэтому для победы нужен был выигрыш с разницей два мяча. На игру наши футболисты вышли настроены и уже в конце первого тайма на табло уже был нужный счет 3-1 благодаря голам Талеса, Болиния, Пенгрина и гола Диваней футболиста Кайрата. Но во втором тайме алматинцы собрались, Же и Диваней сравняли счет, а автогол Болиния вывел вперед алматинца. И в конце второго тайма Пенгрин восстанавливает равновесие и гол Алекса с пенальти делает наш клуб победителем матча. Счет 5-4. По сумме двух игр счет равный, но алматинцы забили больше в гостях, что и определило обладателя Суперкубка Казахстана. Обидно отдавать кубок после такой победы, но с такой игрой наш любимый клуб порадует болельщиков еще много-много раз. И последняя информация на сегодня. К вам обращается городской Акимат. Уважаемые карагандинцы, 27 сентября состоится общий областной субботник. Просим всех жителей, руководителей учреждений всех форм собственности поддержать работы по осенней санитарной очистке любимого города. На этом наш выпуск завершен. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Приятных вам выходных. Амасово Волмстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова